Добрый день, друзья! Сегодня я вам хочу рассказать о французской косметике, о программе с лифтинг-эффектом, где 8 процедур. Лифтинг-эффект, который идет как косметологическая процедура, стоит намного дешевле, но эффект у нее бомбический. Как это выглядит внутри, то есть тут идет очищение, а это сама масочка с лифтинг-эффектом. Все здесь написано, есть как делать по массажным линиям, как их наносите, и очищение тоже, когда очищаете, вы тоже должны наносить по массажным линиям, плюс смазку, когда вы разносите ее тоже нужно по массажным линиям наносить, но сейчас все поэтапно мы с вами это разберем. Так, значит очищение идет 1,5 грамма на очищенное лицо, кстати на влажное. Я только что умылась минеральной косметикой, ой, кстати не закрыла, лицо очистила, то есть да, сейчас я ее намочу, просто водичка, чтобы она была влажная шея и зона декольте. То, что самое важное для женщины, то, что у нас выдает наш возраст, мы это все увлажняем. Теперь я выдавливаю само очищение, оно жидкое относительно, я думала оно будет такое более едеобразное, но оно жидковатое. Все полностью выдавливаю, кстати здесь экономить нельзя, нужно выдавливать полностью все средства, на два раза не получится, потому что все рассчитано прям полностью, да, на лицо, на шею и на декольте. Если вы просто даже на лицо будете экономить на два раза, не рекомендуют, даже у нас было как обучение французскими партнерами, они нам рассказывали, что экономить нельзя. Так, кот зашел, кот тоже хочет со мной, вот и пошли. Фотографию с массажными линиями я обязательно приложу, и даже фото, то есть на картинке вы будете видеть. Желательно одну-две минуты наносить это очищение, аромат очень нежный, не могу еще понять чем он пахнет, но приятно, нет никакого отвращения. Сейчас получается круговыми движениями там написано, нужно как бы вспенивать, как бы вспенивать. Не знаю, там наверное на пену не особо похоже, но может надо этой водички побольше. Сейчас немножко воды добавим. Вот эта вода, вот, чтобы она вспенивалась у нас. Сам эффект дает пенка, сама пенка она хорошо очищает, более глубоко. Носик не забываем, он нам тоже нужен красивый снизу, потому что бывают, тоже забывают. И вот здесь вот обязательно, возле ушек, здесь обязательно, потому что у нас ушки тоже свойство старителя. Ну вот массажные линии именно вот так вот по стрелочкам. И отсюда, вот сюда. Самое интересное, что вот здесь вот, именно возле глаз. Кстати, вокруг глаз мы не трогаем, а вот тут вот стрелочки идут вот сюда, а это вот сюда, по щечкам. И снизу, и по шее. Ну и декольки тоже получаются, как бы на себя наверх. Так, очищение мы сделали, все. Я сейчас смываю. Смываю и продолжим дальше. Так, дальше смотрите, на влажную кожу нужно наносить саму маску. Но кожа влажная должна быть не от воды. Ну, если есть у вас тоник, да, я, допустим, тониками не пользуюсь. Вот, если есть тоник, то тоником протираете ватным диском, тоником лицо протираете. У меня просто варежка. Я собираю эту воду, потому что в воде у нас тоже всякие есть осадки ненужные для кожи. Ну вот, все. И она у меня очень влажная, оставляет увлажненной кожей. Все, не надавливаем ничего. Вот, собрали. Увлажнили. Дальше. У нас идет масочка. Здесь 10 миллилитров маски. Ее тоже не экономим. Ее тоже полностью наносим на кожу лица, шеи и декольте. Так, я разрезаю ножницами, потому что бывает не подрывает. Вот. Чтобы не было неприятностей. Наносим. Идет кисточка. Вот. Запах приятный. Но я не могу понять, чем пахнет, честно скажу. 10 миллилитров это даже много кажется, конечно. Вот. Вот. Я забыла, что я перед зеркалом стою. Смотри в окно. Это телефон, как я размазываю. Хотя, вот нужно все-таки зеркало смотреть. Так. На область вокруг глаз мы не наносим. Ой. Надо, наверное, быстрее как-то его разносить. Так. Смотрите. Тоже. Есть рекомендация косметолога. В течение двух-трех минут по массажным линиям его... Вот сейчас мы нанесем. Давайте я нанесу все-таки руками. А потом, когда после массажа, я его разнесу именно тонким слоем. Так, наверное, будет лучше. Доставать, честно говоря, не очень. Наверное, все-таки надо в емкость нанести. Вылететь в емкость его. И с этой емкости будет удобнее брать. Потому что самого пакетика, на самом деле, не очень. Корректно не очень. Вот. Зона декольты мы не забываем. Сейчас мы все вытянем. Вы знаете, начинает припекать. Но это так и говорили, что может припекать. Потому что у каждого тип кожи разный. И разная увлажненность кожи. То есть, если начинает что-то припекать. Или какой-то холодок. Значит, вашей коже было недостаточно все-таки увлажненности. Влаги. Вот. Она все-таки у вас более сухая. Поэтому начинает припекать. Вот у меня пощипывает. Не припекает, а вот именно пощипывает. Вот. Вроде бы все я достала. Хочется все достать. Потому что она стоит. Получается, одна процедура 620 рублей. А в косметологическом кабинете точно такая же процедура. Ну, может там другие какие-то средства. Эффект будет тот же. Будет стоить намного дороже. Ну, вот у меня девочка, которая тоже заказывала. Она сказала, такая процедура минимум стоит полторы тысячи. В салоне красоты. Вот. Как-то так. Все, я достала. Все. Теперь смотрите. Массажными линиями опять мы делаем массаж. Чтобы немного как бы согреть маску. Заодно мы ее разнесем. Тонким слоем. Она у нас потом начнет сушиться. С ней нужно полежать. Полчаса. Написано 20-30 минут. Но опять же по рекомендации косметолога, чем дольше, тем лучше. Потому что смотрите. Вы когда лежите, нельзя разговаривать. Ну, чтоб мышцы как бы не работали. Мышцы лица. Вот. Вы должны в расслабленном виде быть. Вот сейчас мы делаем массаж. Тоже расслабляем мышцы. Вот. И маска она же начинает засыхать. И чтобы не было у нас лишних каких-то движений. Мы просто лежим в спокойном состоянии. Можем помедитировать. Можем музыку послушать. Забыла я сейчас говорить о массажном линии. Вот. Обязательно опять же ушки наши тоже надо их. С лифтингом чтоб они были. Вот. И. Значит нужно приготовить себе салфетку. Или полотенечко какое-то. Для увлажнения. Когда засохнет эта вся маска. Чтобы у нас не было неприятных ощущений, когда ее начинаете смывать. Но правда не очень приятно бывает. Тоже. Ее нужно увлажнить. То есть ну вот будете примакивать салфеткой. Чтобы ее увлажнить. И потом только смывать эту маску. Вот. И что еще хотела сказать. Чтобы не разговаривать. Вот. Идет. Нужно ложиться без подушки. Обязательно лежать. Потому что вы когда ложитесь лежите ровно. У вас получается шея вытянутая. И идет как мышечная память. То есть вы лежите. И у вас вот она натянута. Да. Немного как бы получается. И вот мышцы запоминают. Запоминают как у вас находится это все. Поэтому когда делаете первый раз. Первый комплекс. Лучше делать через день. А если это после 40 лет. А если после 30 лет. Через два дня. Вы делаете эти все 8 процедур. И тогда эффект будет вообще бомбический конечно. Вот. И мышечная память. Память все она запоминает. Вот. И так. Все я разнесла. Равномерно. Надо ручки смыть. Я приготовила себе стакан. С водой. Салфетку. Смывается относительно быстро. С руки я смываю. Маску. Относительно быстро. Поэтому я думаю если мы ее потом увлажним. Тоже быстро смоется. Вот. Салфетку я приготовила. Стакан с водой я приготовила. Я пошла лежать минимум 30 минут. Рассчитываю на 40. Телефон у меня беззвучный. Вот. Чтоб меня никто не беспокоил. Будем слушать музыку. И расставляться. Вот. Через полчаса. Через 40 минут. Начну видео снимать дальше. Если вам покажу. Лежала я 40 минут. Вот. Я промокнула водой. Действительно. Оно все очень стянуло. Вся маска. Прям вот такое ощущение. Что двигаться прям невозможно. Мы уже понимаем. Что нам нельзя двигаться. Поэтому вот не двигаешься. Вот это вот все стянутое было. Прям хорошо прям шейные эти вот мышцы. Прям чувствовалась очень. На лице. Я конечно ни с кем разговаривала. Дома сейчас никого нет. Мы с этим сейчас проще. Ну что. Сейчас новая маска. Ну. Лицо осветлилось. По моему мнению. Здесь у меня два дня уже был прыщик. На фотографиях надеюсь будет видно. Вот он кстати менее заметен стал. Ну вот. Там идет противовоспалительный эффект. Антибактериальный эффект. Подтягивающий. Антивозрастной. Вообще маска конечно шикарная. Если ими пользуются королевские сеньи. Почему мы этого не заслуживаем. Мы тоже заслуживаем. Цена в принципе приемлемая. Я сейчас остатки маски хочу снять. Потому что не уверена что все я жмыла. Вот. Вот. Особенно вот здесь вот мочки. Где не очень удобно мыть. Смывать маску. Вот. Вот так эффект. Вот. После этого обязательно. После маски. Мы наносим или сыворотку. Ну уходовую серию свое. Я наношу сыворотку. Нашу Найскот. Антиоксидантная. С витамином С. Вот. По капельке. Помним тоже ее. На область смокластную не наносим. Обязательно для того чтобы никакая не пыль. Ну внешние факторы как бы не влияли на нашу кожу. Потому что сама маска она впитывается глубоко в кожу. А верхний слой получается незащищенный. Опять же по массажным линиям не забываем. Потому что если хаотично все наносить. То мы просто растянем кожу в разные стороны. И никакой лифтинг эффект нам не поможет. Если мы неправильно наносим. И даже вот такие движения. Вот так вот. Как бы. Лимфомассаж такой небольшой. Научила меня одна девочка. Тоже делаю оттянить косточками. Не сильно надавливает. Это кажется вот так вот растягивается. На самом деле я не сильно надавливаю. Вот. Тоже лимфомассаж получился. Такой вот. Здесь по краям. Прям до самых мочек. Вот так вот мы проводим. И вот здесь. Вот так. И вот здесь еще у нас самая морщинка. Умная. Умная. Ее тоже надо забивать. Здесь. Лимфомассажик. Это вот так я наношу. Сыворотку и крема. Сам крем у нас тоже. Вы знаете, что защиты кожи нету. Так. Он тоже идет глубоко в кожу. И нет полной защиты. От солнца в особенности. Поэтому после сыворотки желательно крем наносить. Так. Дальше я наношу. Я спрятала. Ха-ха. Крем вокруг области глаз. Анти-эйдж тоже. Маленькая огорошинка. Но я всегда на безымянные пальчики. То есть так вот полностью уходовый день у нас. Круговыми движениями. Как раз то, что нужно вот по массажным линиям. А вот вот еще и тоже смотрела косметолога. Вот здесь вот восьмерочку делаю. Вот здесь не было тоже морщинок. Это моя такая хитрость. И плюс еще кремомассаж. Где-то минутку получается у нас уходит на то, что мы наносим крем на глаза. На углу вокруг глаз. Две минутки достаточно для того, чтобы сыворотка питалась кожей. И можно наносить обычный крем. У меня это тоже анти-эйдж. Я вот так размазываю. И наносим. И опять по массажным линиям. не забываем, да? По ощущениям кожи, как трогаешь, кожа такая она более, ну не знаю, как упругая, эластичная стала. Такая приятная на ощупь. Мягче, наверное, или нежнее, чем до этой маски. Ну, крем наносишь. Сейчас вот я понимаю, что кожа у меня совсем другая сейчас. Наверное, знаете, более открытые поры для того, чтобы крем впитывался. Вот так вот, можно так сказать. Эффект будет через полчаса. Через полчаса я сделаю фотографию. И видео я приложу их. В конце, до и после. Чтобы было видно разницу. Потому что сейчас еще не виден эффект. Еще не понятно. Ну, это так вот, как-то.